Всем привет! Меня зовут Дмитрий Иванов, а вы смотрите программу «Умные вещи» сегодня в выпуске. Yota Phone. Стартовали продажи уникального российского смартфона. Intel Xeon. Поговорим о суперкомпьютерах. Яндекс.Деньги. Вам письмо с золотыми монетками. NBA 2K14. Вдарим слэмданкам по повседневности. Компания Creative, один из лидеров в области цифрового звука, представила очередное беспроводное решение колонки Creative T-Series. Если вы не любите провода, они вас точно заинтересуют. T-Series – это новые беспроводные акустические системы с технологиями Bluetooth и NFC. В линейку колонок вошли T4 Wireless Signature Series формата 2.1, то есть два динамика плюс один сабвуфер, и системы 2.0, T30 и T15. Новая линейка беспроводных колонок является продолжением традиций компании Creative по созданию высококачественных проводных настольных колонок с мощным и чистым звуком. Здесь используются технологии, которые были в популярных проводных моделях колонок Creative, Gigaworks, T3 и T20. И завоевали многочисленные награды и положительные отзывы за их качество звука и соотношение цены и качества. Новые Creative T4 Wireless, T30 Wireless и T15 Wireless предлагают пользователям мобильных устройств мощный, высококачественный звук для музыки, фильмов и игр. Плюс полная свобода от проводов. Эти акустические системы могут подключаться к PC и Mac, а также к смартфонам и планшетам. Creative T15 Wireless 2.0 – самая компактная и бюджетная система. Здесь стоят отдельные высокочастотные динамики и специально подобранные динамики для исключительно качественного воспроизведения средних частот. Давайте к этому технологию Bass X-Port, обеспечивающая более мощное звучание басов без использования сабвуфера. Предусмотрены удобные варианты подключения – беспроводная технология Bluetooth для мобильных устройств, линейный вход Line-In для других аудиоустройств и отдельный выход для подключения наушников при индивидуальном прослушивании. Раздельное управление громкостью и тембром расположено на передней панели системы, обеспечивая простоту и удобство настройки звука и управления им. Акустическая система Creative T30 Wireless 2.0 производится по инновационному методу Two-Driver Design и обладает отдельными высокочастотными и среднечастотными динамиками. Специальные высокочастотные динамики с шелковыми диффузорами создают нежное звучание высоких частот. Среднечастотные динамики с коническими диффузорами из стекловолокна обеспечивают точное, естественное и насыщенное воспроизведение средних частот, а технология Creative Bass Export гарантирует мощное звучание басов. Creative T30 Wireless также подходит для использования с мобильными устройствами ПК и МАК, благодаря беспроводному подключению через Bluetooth и NFC. Тут поддерживается аудиокодек APTX. Также предусмотрен аналоговый вход Line-In для подключения к аудиоустройствам, не поддерживающим беспроводные технологии. Creative T4 Wireless Signature Series отлично подойдет для домашних развлечений. Каждый компонент системы предназначен для воспроизведения высочайшего качества звука. T4 Wireless воспроизводит превосходный звук благодаря колонкам-сателлитам с высококачественными алюминиевыми динамиками и мощному, но компактному сабвуферу, использующему технологию SLAM для воспроизведения глубоких басов. Creative T4 Wireless обеспечивает потрясающий звук при прослушивании аудиоконтента на мобильных телефонах и планшетах. У пользователей есть выбор между подключением через Bluetooth или технологию Tap & Play NFC. Здесь также работает технология Creative Multipoint, которая позволяет подключить одновременно два стереоустройства. Благодаря поддержке аудиокодеков A5X и AAC при беспроводной передаче звука через Bluetooth система звучит не хуже, чем при проводном подключении. Акустическая система Creative T4 Wireless Signature Series может быть также использована в качестве высокопроизводительной проводной системы при подключении через оптический вход к телевизору или домашнему кинотеатру. Предусмотренный 3,5-мм вход AUX-IN, аналоговые аудиовходы RCA, оптический вход и разъем для подключения наушников при индивидуальном прослушивании. Компактная аудиосистема Creative T15 Wireless 2.0 уже продается и стоит 2 990 рублей. Creative T30 Wireless 2.0 стоит 5 590 рублей. T4 Wireless Signature Series система 2.1 с двумя колонками-сателлитами и сабвуфером обойдется вам в 11 990 рублей. Этот российский смартфон ждали без преувеличения во всем мире. Уникальный телефон с двумя экранами. Yota Phone выпущен в продажу. Свершилось. В продаже появился первый российский смартфон. Компания Yota Devices объявила о старте продаж Yota Phone. Первого в мире смартфона с двумя экранами, один из которых всегда включен. С момента анонсирования концепции Yota Phone получил признание международных экспертов и завоевал ряд наград. Среди которых лучший продукт международной выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе и Золотой Лев в категории инновации на международном фестивале креатива Каннские Львы. Каждый владелец Yota Phone может настроить второй экран под себя и свои потребности. Можно вывести на него социальные сети, новостные ленты и другую информацию и следить за ней в режиме реального времени. Кроме того, второй экран дает безграничные возможности для выражения индивидуальности пользователя. На нем могут быть фотографии близких, кумиров, мотивирующие цитаты, индивидуальные напоминания. Теперь эти изображения перед вашими глазами всегда, а не только в момент включения телефона. Если смартфон дает сигнал о низком уровне заряда аккумулятора, достаточно перекинуть на второй экран важную информацию. Например, посадочный талон, карту, нужный адрес или телефон. И она останется с вами, даже когда батарейка полностью разрядится. Yota Phone – новый тип телефона, предлагающий другой, более удобный и эмоциональный способ взаимодействия потребителя со смартфоном. Устройство изготовлено из премиальных компонентов ведущих мировых производителей. В смартфоне используется процессор Qualcomm Snapdragon 8960 Pro. Объем оперативной памяти телефона 2 ГБ, встроенной памяти 32 ГБ. Главная фишка Yota Phone – два экрана размерами 4,3 дюйма. Основной LCD-экран с разрешением 720 на 1280 точек производится Japan Display Incorporated и предназначен для просмотра видео, мультимедийных приложений, игр, а также использования приложений, характерных для традиционных смартфонов. Всегда включенный дополнительный монохромный экран от компании E-Ink с разрешением 360 на 640. Предназначен для отображения обновлений новостных лент и социальных сетей, SMS, Instant Messaging, чтения электронных книг. Основная камера имеет разрешение 13 Мп, фронтальная – 1 Мп. Yota Phone поддерживает сети 2G, 3G и LTE. Специально для Yota Phone компания Corning изготовила специальная Gorilla Glass 3D для изогнутой поверхности всегда включенного заднего экрана. В России с сегодняшнего дня Yota Phone начнет продаваться в онлайн-магазине Yota Devices и в салонах Yota Retail. А с середины декабря он появится в сетях Связной и Евросеть. Затем к продаже подключатся другие розничные сети потребительской электроники. Розничная цена уникального смартфона с двумя экранами составит 19 990 рублей. Одновременно с Россией в середине декабря запускаются продажи в европейских странах, начиная с Австрии, Германии, Франции и Испании. Чтобы сделать суперкомпьютер, нужны суперпроцессоры. Компания Intel представила обновление своего супермощного процессора Xeon. Корпорация Intel собрала специальную конференцию «Большие решения», в рамках которой представила стратегию развития центров обработки данных, облачных сервисов, больших данных и высокопроизводительных вычислений. На ней были анонсированы новые процессоры Intel Xeon E5 V2, а также многочисленные аппаратные решения партнеров Intel. Новые процессоры представляют собой чипы для центров обработки данных, созданные по нормам 22-нанометрового технологического процесса. По сравнению с Intel Xeon E5 предыдущего поколения, новинки обладают вдвое меньшим энергопотреблением при том же уровне производительности. Также новинки можно монтировать плотнее и экономить на системах охлаждения. Обычным пользователям, конечно, процессоры Intel Xeon ни к чему. Они используются в самых мощных машинах мира – в суперкомпьютерах. Одним из характерных примеров применения новых процессоров – передовое интегрированное решение компании RSK-технологии – RSC Petastream, позволяющее уместить вычислительную мощность в один петафлоп в стойке. Это не просто умные вещи, это суперумные вещи, поэтому мы решили взять интервью у обычного робота. Технологии не стоят на месте. Особенно электронные платежи. Только представьте, еще вчера вы вкладывали в электронное письмо файл или изображение, а сегодня можете вложить электронные деньги. Яндекс создал денежные письма. Это на самом деле уникальное событие для российского рынка. До сих пор у российских пользователей не было возможности отправлять деньги в электронной почте. Причем этот способ настолько простой, что вы можете просто написать письмо и прикрепить к нему деньги так же, как прикрепляете фото или другой файл. И ваше письмо придет адресату, в каком домене бы ни находился его почтовый ящик, будь это корпоративная почта или почта на Gmail, Mail, Yahoo, где угодно. И получите свои деньги на кошелек неандекс.деньгах или на банковскую карту, на любую. Таким образом, нам кажется, что письма изменились, более того, изменились переводы. То есть, как раньше изменились обычные письма, став для нас всех электронными, так изменилась доставка денег в этих письмах. Например, мы даже проводили такие параллели лет 100-150 назад. Наши классики, великая русская литература, пересылали деньги, вкладывая их в конверт, передавая съемщикам. Это занимало длительное время. Во-первых, представляете, насколько было велико доверие к нимщикам или к пересылщикам, чтобы эти деньги доехали. Сейчас эти переводы приходят в один клик моментально, и наши уже современные классики литературы и любые пользователи могут переводить деньги моментально. Конечно, это безопасный сервис, так как Яндекс думает в первую очередь о безопасности. Яндекс.Почта защищена от всяких нападок мошенников. Кроме того, для того, чтобы вам прикрепить деньги к письму, если вы отправляете, нужно ввести платежный пароль от кошелька. Таким образом, воспользоваться из вашей Яндекс.Почты деньгами с вашего Яндекс.Кошелька, даже если вдруг к ней кто-то получил доступ, никто не сможет. Потому что для этого нужно знать платежный пароль, который знаете только вы. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Чтобы отправить денежное письмо, нужно иметь аккаунт в Яндекс.Почте и кошелек в Яндекс.Деньгах. Вам нужно просто зайти в Яндекс.Почту, нажать кнопку «Написать письмо». Написать его или даже не писать, если вы не хотите. Над письмом появился с недавних пор желтый-оранжевый кошелек Яндекс.Денег, нажав на который, у вас вывалится специальная форма, в которой можно написать сумму, которую необходимо отправить, и поле для платежного пароля. После этого вы подтверждаете операцию за 2 секунды, и деньги уходят вместе с письмом. У меня уже открыта Яндекс.Почта. Я нажимаю «Написать письмо». Вожу здесь в поле «Кому» адрес получателя. «Привет». Ну, тема, да. Здесь я пишу «Надя, возвращаю тебе 100 рублей, твоя Надя». И дальше, видите, у меня здесь кнопка «Деньги». Нажимаю на нее, ввожу «100 рублей», ввожу «Получить пароль», и он мне приходит в смс-ке, который у меня привязан к моему кошельку, на мой телефон. Так. Теперь получатель может его получить. Так. Допустим, это экран получателя. Он здесь открывает свою почту. И видите, письмо ему приходит, как будто уже… То есть ему приходит настоящее письмо. Он открывает и видит такую плашку. Автор предложил письмо «Деньги». Здесь, собственно, само письмо, и плашка автора прикрепил письмо «Деньги». Соответственно, теперь Надя может их получить. Она может положить кошелек или отправить на банковскую карту. На банковскую карту деньги переходят, как правило, на следующий день. Это все зависит от банка, в котором у вас находится банковская карта. Это, по сути, обычный банковский перевод, который банки заявляют, что он идет от суток до шести. Но на деле это, как правило, в следующий банковский день, если у вас нормальный банк. Ну, если вам деньги нужны незамедлительно, вы всегда можете их перевести на «Яндекс.Деньги» и также перевести на банковскую карту или снять в банкомате, если у вас есть карта «Яндекс.Деньги» и так далее. Ну, или сразу потратить. Комиссия есть. Она, в принципе, стандартна внутри системы. Если вы пересылаете деньги адресату, у которого уже есть кошелек в «Яндекс.Деньгах», и этот адрес почты, мы узнали, как адрес почты, на которой зарегистрируем кошелек, то для вас комиссия будет всего полпроцента. То есть система распознает, и деньги уйдут с комиссии полпроцента. Если вы переводите деньги пользователю, у которого не зарегистрировали кошелек в «Яндекс.Деньгах», и система его не распознала, то для вас комиссия составит 3% при переводе. Я думаю, что следующие два шага будут такими. Сначала мы сделаем возможность переводить деньги, в том числе с привязанной банковской карты, к электронному кошельку, а потом мы хотим предложить пользователям возможность переводить деньги с любой банковской карты, даже если вы не зарегистрированы «Яндекс.Деньгах». Это как бы наша такая глобальная затея, которую, я надеюсь, мы реализуем в следующем году. Я думаю, вы уже поняли, что я очень люблю спортивные симуляторы. И вот вышел очередной из них NBA 2K14. Ударим слэм-данком по повседневности. Будучи юношей или, как бы сказали в США, тинейджером, меня привлек баскетбол. Кидая мяч в кольцо, толкаясь со сверстниками и стремясь обкрадывать их, все мы мечтали об одном – сделать когда-нибудь слэм-данк – положить в кольцо сверху. Именно тогда интерес к компьютерным версиям кольца мяча был максимально велик. В это время в расцвете была серия NBA Live от eSports. Заокеанский хоккей, как и баскетбол, в России был чем-то незнакомым, всегда с легким флером загадочности. Из-за часовых поясов матчи показывают глубокой ночью, поэтому удобно взять практически незнакомую команду и игроков и мотивировать самого себя на покорение лиги и завоевание чемпионских персней, стараясь добиться на трансферах и драфтах лучших игроков, что тоже немаловажно. Фамилии те, что на слуху. Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйтс, король современности Коби Брайант и другие. NBA 2K14 – удивительная игра, которая несколько лет действует по принципу «включи и включайся». Стоит вам вставить диск с игрой, как вы из стартового меню мгновенно можете поучаствовать в битве с сегодняшним соперником, выбранной вами в качестве любимой команды. Бодрые комментарии, актуальные составы с учетом травм, хорошая музыка и болельщики – порой это все, что нужно вам вечером, чтобы забыть о работе или учебе на часок-другой. Если вы серьезный фанат, ничто не мешает начать карьеру игрока. Здесь вам предстоит создать персонажа, наделить его характеристиками и выбрать позицию. Постепенно прокачиваясь, вы будете наигрывать амплуа. Кто знает, может вы вскоре будете участвовать в матче всех звезд, закидывая из-за другие трехочковые, или же будете забивать сверху, или раздавать гениальные пасы, отбирать мяч или ставить блокшоты. Баскетбол многогранен, и NBA 2K14 подхватывает это с легкостью, предлагая игроку нехитрую карьеру, в которой вы можете общаться с менеджером клуба, пытаясь выбить побольше игрового времени. Вы вовлекаетесь в эту игру, начиная с драфта, и можете в любой момент бросить игру или вернуться. В NBA 2K14 осталась система прокачки из прошлых частей, которая ну очень напоминает RPG. У вас прокачивается множество параметров после игры. Плюс есть зависимость от амуниции. В игре присутствуют кроссовки, увеличивающие те или иные качества игрока. Они открываются постепенно. Осталась и система бустов. За реальные деньги вы можете купить сезонный билетик в рай, который будет увеличивать очки опыта за игру на определенный процент. Суть карьеры через драфт, попасть в хорошую команду, стать ее лидером и либо остаться в ней и вытаскивать на себе всю лодку, либо же перейти в более успешный клуб баскетбольной ассоциации, попытки стать чемпионом и живой легендой. Сюжет из жизни, исполнитель вы. Так почему бы не ударить сленданком по повседневности? Ведь это так круто! На сегодня это все. Меня зовут Дмитрий Иванов. Вы смотрели программу «Умные вещи». Читайте одноименный раздел на сайте kp.ru, подписывайтесь на мой твиттер и инстаграм. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!